всем привет с вами кекс и сегодня я делаю нугу это нуга у меня будет для тортика но также я ее делаю и кусочками просто как отдельный десерт это очень вкусно и интересно вот здесь у меня нуга была с вяленой вишней и арахисом тоже очень вкусно прям улетела я не знаю за пару часов не было уже обязательно попробуйте и также эту ногу я использую для тортика сникерс в одном из вариаций его рецептов для начала я взяла арахис который нужно немножко измельчить ножом буквально чтобы там были ну вот четвертинки арахиса как бы чтобы он был не сильно мелкие вас чтоб хорошо попадался также я возьму здесь у меня чашка 250 грамм воды вот я в нее насыпала практически полную чашку сахара то бишь сахара 200 грамм и сюда же добавлю пол этой чашки именно воды то есть 100 грамм сахар с водой один к двум и буду использовать два белка на данном этапе сюда еще добавлю патоку вообще нужно одну две столовые ложки патоки но так как она у меня густая я вот такую вот с горкой вы видите набираю и отправляю это тоже сюда теперь это сироп не нужно поставить вариться очень хорошо если у вас есть термометр потому что нам желательно доварить эту смесь до 140 градусов если у вас термометра нет конечно нужно будет пробовать потом как карамель чтобы тянулись нити варить где-то около 10 минут нужно для того чтобы хорошо набралась температура тем временем пока она у меня будет вариться отделяю белки от желтков повторюсь я буду использовать здесь на два белка многих рецептах читала там где сахара используют 300 грамм но мне кажется это будет сладковато но если вам так нравится что было очень сладко это будет больше похож на восточную сладость тогда когда она будет приторно сладкая можно использовать 300 грамм сахара и 150 миллилитров воды изначально к белкам добавляю щепотку соли и щепотку лимонной кислоты и ставлю их взбиваться когда уже вижу что мой сироп где-то через минуту-две будет готов ставлю взбиваться на начально небольшую потом на посильнее мощность для того чтобы образовалась где-то вот такая вот уже пена и теперь начинаю вливать сюда горячий сироп получается что-то наподобие белково-заварного крема простите очень горячий крем и запотела камера и продолжаю взбивать этот сироп продолжение нескольких минут может минут 7-10 уйдет на его взбивание для того чтобы он подостыл и стала более вязким и тягучим вы видите он еще горячий парует поэтому вот он у меня уже теплый видите карамельные нити по оставались на венчике то есть карамель у меня была довольно ну вот стоячая такая вы будете если пробовать то это будет как бы на плотный шарик у вас карамель высыпаю сюда весь арахис эту именно ногу я буду делать для тортика поэтому буду сразу выкладывать ее в круглую разъемную форму нужного диаметра дно я застелила пленкой сверху ставлю разъемное кольцо у меня здесь если я не ошибаюсь в 22 сантиметра расставлено кольцо то есть мой слой будет где-то высотой сантиметра 2 и шириной 22 сантиметра теперь самая такая часть которая никому не нравится ногу нужно сушить сушить ее нужно на протяжении минимум 24 часов я 12 часов сушу на одной стороне потом переворачиваю просто прикладываю пакетик с другой стороны снимаю уже кольцо прикладываю пакетик с другой стороны и переворачиваю и сушу еще 12 часов с другой стороны для того чтобы сверху образовалась такая корочка на производстве туда на нее сверху ложат рисовую бумагу для того чтобы не делать этого и подсушит уже так но я сушу именно вот сутки и потом уже можно использовать карамель за вашим рецептом или нарезать ее влажным ножом и еще немножечко подсушить боковушки вот такая вот она у меня в тортике получилось. Очень вкусно, очень классно. Обязательно пробуйте. Рецепт легкий, но удивит всех. Сочетание классное. Обязательно попробуйте. Пока-пока. С вами был Кекс.